Всем привет! Меня зовут Константин Дебликов, также известный как Костя Киборг, также известный как обаятельный, талантливый парень с канала Бионическая Россия. Подписывайтесь, пожалуйста. Мы по-прежнему находимся на конференции ВК Инклюзия, первым в России оффлайн-мероприятием, посвященном цифровой доступности. Мы находимся в Москве, в офисе ВК. И пока у нас небольшой кофе-брейк. Я покажу вам, как у нас тут все устроено, как тут все работает, мы пообщаемся со спикерами. В общем, как-то проведем это время. Интересно, чтобы вы там не заскучали перед своими экранчиками. Давайте начнем. Я хотел показать здесь специальное устройство, которое называется EyeTracker, при помощи которого люди с проблемами, с тяжелой, например, инвалидностью, могут управлять гаджетами при помощи взгляда. Но тут у нас не только устройство, у нас еще и люди. Ого, кто это? Неужели? Это Василина Драгичинская. Ничего себе, ты тоже здесь? Я не ожидала, Костя, что ты здесь будешь. Как неожиданно. Вот это да. Василина, ты работаешь ВК, расскажи, чем ты тут занимаешься, вообще какое отношение ты к этому мероприятию имеешь? Мне кажется, мы с командой заварили вот эту кашу, на которую вы сейчас смотрите. И, в принципе, шалим, рассказываем о цифровой доступности, показываем то, как вообще можно повышать доступность цифровых устройств, продуктов и так далее. Ну и, знаешь, даже вот сейчас у нас была такая секция, которая посвящена импакт-контенту. В переводе на человеческий язык это как полезны дела делать словом, да, и как из слов еще больше эффекта, скажем так, социального достигать. Как думаешь, вот что самое, вот много было сегодня, еще будет, много всего здесь сказано и показано, тут обширная программа, но что самое такое клевое, крутое, вот что прям must see? Вот для всех. Ну, Костя, ну, конечно, это ты. Ну, как я еще могла ответить на этот вопрос, если ты рядом? Ну, это истина, это правда, тут ты не поспоришь, собственно, окей, да. Я не думал, да, что у нас к этому разговор придет, ну да, да. Я могу ответить не только честно, но и так, как ты хочешь, да, давай так. Слушай, у нас есть здесь офигенные разные штуки, у нас такая вот потрясающая зона. О, смотри, кто к нам пришел, к нам пришел Артем Плаксов. Мне кажется, мы нашли еще одного человека для того, чтобы ты взял у него интервью. Идеально. Да, смотри, мне очень нравится вот эта зона, она интерактивная. Здесь ты можешь действительно глазами управлять интерфейсом, делать всякие разные штуки, даже без рук, например. Я это люблю. Смотри-ка, кажется, мы нашли свою целевую аудиторию. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Приходи к нам еще. Вот здорово, да, вот тут. Возьми интервью у Артема, он прям суперкрутой. Артем, конечно, сам про себя расскажет, но мне кажется, про себя не так клево говорить. Можно я представлю Артема, да? Спасибо большое. Артем просто суперчеловек, это эксперт по невизуальной доступности. Вот человек зрячий, он, я, например, или ты вроде, да, мы зрячие. Мы взаимодействуем с интерфейсом, да, пользуемся разными гаджетами, приложениями, сайтами и так далее. Мы смотрим глазами. У Артема другой мир. Артем сайты слушает. Вот примерно так. Он, конечно, об этом сейчас сам расскажет, но вот именно благодаря его работе мы повысили невизуальную именно доступность, чтобы нашими, например, социальными сетями можно было пользоваться. Уже одноклассники стали доступнее, уже почта Mail.ru стала доступнее. Вот, и это все благодаря вон тому парню. Ну, тогда мы, получается, к нему и пойдем. Спасибо тебе, Василина, что уделила время. Передо мной, рядом со мной стоит Артем Плаксин. Тот самый, про которого мы сейчас очень долго разговаривали и нахваливали его. Артем действительно тестировщик продуктов ВК. Он делает так, чтобы сервисы ВК были доступны для людей, в том числе с нарушением зрения. Артем, расскажи, пожалуйста, вот в целом, для людей, которые вообще не в курсе, как люди с нарушением зрения, в принципе, взаимодействуют с гаджетами. Привет. Все очень сложно, потому что у людей с нарушениями зрения, я сейчас буду говорить про людей с очень серьезным нарушением зрения, про незрячих людей или слабовидящих с совсем небольшим остатком зрения, которым необходим для использования какого-то гаджета скринридер. У них совершенно отличается способ использования интерфейса. Они пользуются не глазами, а своими ушами. Воспринимают весь интерфейс на слух, все, что программа им озвучивает. И самая главная проблема, которую часто не понимают либо разработчики, либо дизайнеры, в том, что незрячий человек не может кинуть свой взгляд на экран и воспринять весь интерфейс одним целым. Ему нужно воспользоваться программой, которая последовательно перебирает все элементы на экране, и только когда человек пройдет все элементы на экране, он вообще узнает, что есть на этом самом экране. В этом основная проблема. Здорово. Я вот, знаешь, специально для этого мероприятия пообщался с некоторыми своими незрячими знакомыми, и вот все они, вот как один буквально, говорят, что... Ну, я у них спрашивал, насколько хорош ВКонтакте с точки зрения доступности для них, и все они как один говорят, что, ну, может, еще и есть с чем работать, но по факту сейчас ВК лучший в России, наверное, сервис по доступности для незрячих. Я так понимаю, что это отчасти и твоя заслуга, потому что ты этим всем занимаешься. Расскажи, что самое сложное в твоей работе, вот как незрячего тестировщика. Да, нам, конечно же, есть еще над чем работать, много над чем работать, но за этот год я просто неимоверно рад, как мне удается взаимодействовать с разработчиками, которые вникают в новую тему просто колоссальными темпами и начинают внедрять цифровую доступность на всех сайтах. У ВКонтакте есть и мобильная версия, и полная версия, это совершенно две разные версии, это два разных сайта, на которых нужно внедрять доступность тоже по-разному. Основная проблема в том, что я частенько не понимаю, как должен работать какой-то функционал, потому что я не вижу, что должно произойти после нажатия кнопки. И я не знаю, как корректнее объяснить это разработчикам, потому что я работаю в отделе инклюзии ВК. Это значит, что наша команда взаимодействует по горизонтали со всеми сервисами, которые входят в группу компаний ВК. Это значит, что у каждого сервиса своя команда разработки, свои принципы, свои регламенты разработки и своя терминология. И где-то какие-то блоки называются блоками, где-то они называются портлетами. И это, конечно, тоже добавляет прям такую сложность немножко в адаптации. Но это вопрос времени и изучения. Ну здорово, Артем, я еще раз желаю тебе успехов всячески на твоем пути, потому что ты делаешь очень крутое дело. Прям расширяешь границы возможного для многих людей с проблемами зрения в России. А мы пойдем дальше. Кирилл, вот это да, вот это встреча. Привет. Ну что, расскажи, представься просто для наших зрителей, расскажи, чем ты вообще занимаешься, где работаешь. Немножко просто. Всем привет, ребята. Меня зовут Кирилл. Я работаю над продуктом MyOffice, руковожу направлением UX и исследований. Сегодня очень рад приглашению на конференцию ВК Инклюзия. Поделюсь различными практическими кейсами того, как мы работаем в дизайне с доступностью, например, с доступностью цвета, доступностью того, насколько видны шрифты для пользователя. И в целом хочу, наверное, поднять определенную проблему того, что сейчас мы часто используем довольно-таки старые, устаревшие стандарты. И в моем докладе вы узнаете о новых стандартах и способах их применения, в частности. Здорово. Может быть, я так понимаю, что ты инклюзией занимаешься какое-то время уже с этой темой. Может быть, за эти годы, возможно, работы, какое открытие или какой вообще инсайт, возможно, у тебя был, которым можно было бы поделиться? Ну, инсайтов, на самом деле, просто множество. Я темой занимаюсь инклюзией и работаю с визуальной доступностью уже три года. И периодически рассказываю об этом на различных обучающих воркшопах. И каждые полгода что-то возникает новое. Не знаю, вот банально из совершенно недавнего я осознал и узнал, что, оказывается, в азиатских культурах для красного и зеленого все совершенно наоборот. Если у нас, например, у тебя списание в банке – это красный цвет, то, например, в Азии это будет наоборот, соответственно, зеленый цвет. И это накладывает определенные требования на то, как мы создаем интерфейсы и как их проверяем. И в целом вообще следим за то, чтобы это было востребовано и понятно пользователю. Круто, Кирилл, это прям очень интересно. Но я знаю, что у тебя уже сейчас выступление, поэтому не будем тебя задерживать. Мы пойдем дальше. Спасибо. Разрешите с вами познакомиться, Маргарита. Меня зовут Костя Киборг. Я тут небольшое интервью беру у разных людей. Как? Я Маргарита. Блин, это круто. Я на самом деле испытываю бурю эмоций сейчас внутри. Значит, вы переводчик с русского на русский жестовый язык. Я правильно назвал должность? Да, абсолютно верно. Я переводчик русского жестового языка. Я знаю, что вообще синхронный перевод – это в целом очень такая сложная штука. Даже те, кто переводит устный язык с английского на русский, например, синхронно, это прям сложно и напрягает мозг. А вы еще очень сильно и много жестикулируете. Насколько вам тяжело этим всем заниматься? И сколько часов подряд вы можете максимально вот этим заниматься? Бесконечно. Обожаю свою профессию. Как видите, даже во время перерыва я перевожу и перевожу. Это удивительно. Может, расскажете, на каких проектах вы работаете? Вообще, как сейчас с популяризацией русского жестового языка в России приглашают ли крупные бренды переводчиков на свои мероприятия? Да, вот в этом году пришел такой пункт перевода всех мероприятий на русский жестовый язык. На самом деле, вот недавно летом был ВК-фест. Это просто культовое мероприятие, где глухие могли посмотреть трансляцию с переводом на русский жестовый язык. И также это очень заинтересовало слышащих. Очень круто. Абсолютная инклюзия. Здорово, здорово. Ну, я еще слышал, что у разных культур, у людей из разных стран, у них разный жестовый язык, соответственно. Может быть, существуют какие-то попытки сделать такой интернациональный жестовый язык, чтобы люди из разных стран с проблемами слуха могли разговаривать друг с другом просто одним языком? Да, есть на самом деле такой международный жестовый язык, но там 70% это американские жесты, а остальное зависит от страны, где вы ее переводите. Ну, это очень интересно, Маргарита, я бы еще с вами болтал бы и болтал, но нам надо идти дальше. Спасибо большое, что уделили время. Рядом со мной Александра. Александра сейчас расскажет, чем она здесь занимается. Давайте, собственно, и послушаем. Порой я думаю, чем я здесь занимаюсь. Но на самом деле я директор социальных проектов ВК и отвечаю за реализацию социальной стратегии этой компании. Что я делаю? Я делаю сервис для благотворительности ВК Добро. Это место, где легко помогать. Ну, реально, любовь класс. Человек приходит и помогает кому-нибудь за 2 секунды в 2 клика. Честно проверено, без всяких там мошенников, махинаций, вот этих слез, вот этих соплей, всякого неинтересного, грустного. А с удовольствием, короче, помогаешь и кайфуешь. Вот это наш план. Приходите, кстати, если вы нас смотрите, приходите, помогайте, пожалуйста. Это правда важно. Еще из классных штук я сделала так, что в этой компании появилось направление инклюзии. Я этим горжусь так, что, ну, я даже не знаю, даже больше, чем добром. Почему? Потому что теперь все наши продукты постепенно, постепенно становятся доступными для людей с особенностью восприятия информации. Мне кажется, это просто офигенно. А с какого-то момента, с какого-то момента мы сможем что-то уже рассказывать, делиться тем, что происходит у нас с инклюзивным трудоустройством. Что происходит и кто у нас работает. У нас в команде, в моей лично, минимум 2 человека слабовидящих, которые тестируют наши продукты. И наша команда уже умеет болтать в чате и описывать мемасы. Мне кажется, это очень здорово, когда те, кто в чате, знают, что если вы прислали мемас, его надо описать, что там смешного-то нарисовано. Поэтому мне кажется, что моя работа, чем лучшая в мире, это во-первых, а во-вторых, она нужна и сотрудникам, и компании телеком, и нашим замечательным, любимым пользователям. Любым всем. Потому что мы делаем продукты, доступные для каждого. Вот так. Класс, звучит очень круто. У меня такой вопрос. Ну, раз вы давно прям занимаетесь уже инклюзией, так погружены в тему, вот какое открытие или такой инсайт за это время у вас произошел относительно всей этой темы, каким вот прям можно поделиться? Наверное, инсайт был первый в самом начале. Почему-то я об этом не задумывалась, что те штуки, которые нужны людям с особенностями восприятия информации, они на самом деле нужны всем. Например, вот я, у меня маленький ребеночек, фупс. И когда я держу ее на руках, я уже автоматически человек, который может двигать только одной рукой. Ничего себе, сюрприз. И, соответственно, мне надо, чтобы эти сервисы, которыми я пользуюсь, могут работать, когда я пользуюсь одной рукой. И так, на самом деле, со всем. У нас сегодня была замечательная спикер, которая оказалась на детской площадке, гуляя с своим ребенком, сломала мизинец прямо перед выступлением практически. И оказалось, что нам нужно поставить и кресло, чтобы ей было удобно выступать. И, соответственно, инклюзия – это не про каких-то специальных отдельных людей, для которых надо специально отдельно что-то сделать, а это просто про удобство вообще всех. И от этого так кайфово, честно говоря. Да, да, я полностью согласен, подпишусь под каждым словом. То есть даже та же самая доступная среда, что удобно для человека на коляске, то удобно для всех людей. И, в общем, это поэтому всячески нужно развивать. Да, спасибо большое, что рассказали. Что ж, как говорила Пифи в фильме «Матрица», все, что имеет начало, имеет и конец. Также имеет конец и наш кофебрейк, который подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Сейчас наша конференция продолжится. Мы находимся сейчас в фуршетной зоне. И я, как только выключится камера, пойду кушать. А вы оставайтесь, потому что еще будет много всего интересного. И в том числе еще я буду много раз появляться на ваших экранах. Поэтому это отличный повод не переключаться и не выключаться. Спасибо вам, ребята.